Размер имеет значение. Еще с начала времен действовал принцип «чем больше, тем круче». Огромные насекомые летали в небе в каменноугольный период. Гигантские динозавры сотрясали землю самого крупного континента Пангеи. Империи простирались до самых краев континентов. Сегодня размер все еще важен, и вот 10 самых больших существ и вещей в мире. Номер 10. Самый высокий человек. Роберт Першинг Уодлоу, может быть, был не больше циклопа, но его все равно можно назвать настоящим великаном. Его рост составил 272 сантиметра. У его отца, Гарольда Уодлоу, рост был выше среднего, хотя и не такой большой, как у Роберта – около 182 сантиметров. Роберт рос всю свою жизнь из-за заболевания под названием гигантизм. Это означает, что его гипофиз вырос до аномально больших размеров, из-за чего гормоны роста продолжают вырабатываться у больного человека даже в зрелом возрасте. Можете представить, каково носить такую гигантскую обувь? К сожалению, из-за своего роста и болезни, Роберт Уодлоу прожил очень короткую жизнь. Костыль натер его ногу, что вызвало инфекцию и сепсис. Несмотря на все усилия врачей, Роберт умер 15 июля 1940 года, прожив всего 22 года. Номер 9. Крупнейший самолет. В конце 20 века советские инженеры построили самолет Антонов Ан-225, также известный как Мрия. Он считается самым большим самолетом в мире. Именно самолетом, потому что самым большим летательным аппаратом называют необычный дирижабль Air Lander 10. Длина Мрии 84 метра, размах крыльев почти 84,5 метра, а высота больше 18 метров. Этот самолет способен поднимать более 640 тысяч килограммов груза и топлива. Для сравнения, самый знаменитый американский коммерческий самолет Боинг 747 в длину 76 метров, его размах крыльев 68 метров, а высота 19 метров. Он поднимает максимум 447 тысяч 700 килограммов. Ант-225 построили в 85-м году, а впервые он полетел в 88-м. Его создали для перевозки космического корабля «Буран». Когда программу «Буран» закрыли, самолет приспособили под перевозку грузов. Его до сих пор используют в украинской авиакомпании «Антонов Эйрлайнс». Номер 8. Самый большой торговый центр. В плане общей арендуемой площади самым большим торговым центром будет «Нью-Саут Чайна Молл». Его площадь – целых 600 тысяч 153 квадратных метров. Он обогнал другой большой торговый центр Китая площадью примерно 557 тысяч квадратных метров. Если вы хотите понять, что значит 600 тысяч квадратных метров, то государство-город Ватикан может легко уместиться в «Нью-Саут Чайна Молл». Ведь его площадь – всего 440 тысяч квадратных метров. Так что это буквально торговый центр, который больше целой страны. Но проблема в том, что за 15 лет «Нью-Саут Чайна Молл» так и не стал процветающим торговым центром. Сейчас в нем работают всего несколько магазинов, а 99% торговых площадок пустуют. Значит, «Нью-Саут Чайна Молл» – еще и самый большой действующий центр-призрак в мире. Номер 7. Самый большой бассейн в мире. В Чили, на курорте Сан-Альфонсо-дель-Мар, находился самый большой бассейн. Он носил это название до недавнего времени. Перуанское течение несет холодные субарктические поверхностные воды на север. А в этом бассейне можно искупаться и насладиться теплой водой. Его длина – 900 метров, площадь – 801 тысяча квадратных метров, а глубина – 35 метров. Это больше, чем 20 бассейнов для Олимпийских игр. Учитывая огромные размеры, такой бассейн невозможно поддерживать традиционными методами. Поэтому он высасывает воду из моря, расположенного по соседству. Специальная система фильтров делает воду пригодной для плавания. Правда, переплыть весь бассейн нельзя. В основном в нем плавают на каяках и лодках. И лишь несколько участков, вроде пирамиды, открыты для купания. Кристальная лагуна в Египте – крупнейшая в своем роде. Ее площадь – примерно 98 тысяч квадратных метров. Это искусственно созданный пляж, в отличие от бассейна Сан-Альфонсо, который расположен у моря. Как объяснили создатели лагуны, она выкачивает соленую воду из источников в пустыне, которые больше никак не используют. Это буквально оазис в пустыне. Номер 6. Самый крупный младенец. В 1879 году в Огайо родился ребенок, который стал самым крупным младенцем в мире. Обычно рост новорожденных детей – где-то полметра. А весят они от 2,5 до 5 килограммов. Однако рост этого младенца составил 70 сантиметров. И весил он 10 килограммов. Он был в два раза тяжелее, чем обычный новорожденный. Матерью этого крепыша была Анна Бейтс – знаменитая канадская великанша. У нее самой был впечатляющий рост – почти 243 сантиметра. Гигантский младенец стал ее вторым ребенком. Первый родился в 1871 году. Размеры этого младенца впечатляют, но он не прожил и дня. Всего через 11 часов после рождения он умер из-за неизвестных осложнений. И хотя он считается самым высоким новорожденным, звание самого тяжелого младенца получил итальянский мальчик, родившийся в 1955 году. Его вес составил 10 килограммов и 2 грамма. Номер 5. Самая высокая гора. Эверест. Этим все сказано. Ответ, в общем-то, очевиден. Звание самой высокой горы на Земле еще пару миллионов лет будет принадлежать этой горе в Гималаях. Вершина Эвереста находится на высоте в 8848 метров. На эту гору очень трудно взобраться, и более того, она может быть смертельно опасна. Сейчас путь на вершину буквально покрыт останками людей, которые умерли по дороге. Другие альпинисты не могут подобрать их тела, потому что это попросту невозможно и опасно для них самих. А из-за разряженного воздуха на вершине ни один вертолет не сможет подлететь к ней. Гора Эверест сформировалась примерно 60 миллионов лет назад, когда дрейфующая индийская тектоническая плита столкнулась с евро-азиатской плитой. Их края столкнулись с такой огромной силой, что в результате они поднялись на 8 с лишним километров. Номер 4. Самый большой мотоцикл. Chopper Reggio Design XXL это крупнейший мотоцикл, на котором можно ездить. Его длина 9 метров 75 сантиметров. А в движение его приводит двигатель внутреннего сгорания Chevrolet V8 мощностью 280 лошадиных сил. Фабио Реджиани впервые показал его на выставке Мотобайк Экспо в 2012 году. Там он официально побил рекорд мотоцикла Грегори Данема Monster Cycle, длина которого 6 метров, а вес больше 3 тонн. Чтобы понять, насколько гигантские эти мотоциклы, их можно сравнить с самыми тяжелыми круизерами. Обычно их длина 2,5 метра, а значит оба эти монстра больше и тяжелее в несколько раз. С мощным и большим двигателем и огромными колесами от трактора Reggio Design XXL может разгоняться до скорости 104 км в час. Команда Реджиани состояла из 25 человек, и на создание этого мотоцикла у них ушло 7 месяцев. Номер 3. Крупнейшее наземное животное Как все знают, синий кит – это самое крупное животное, когда-либо жившее на планете. Но на суше главным большим является лесной слон. В среднем самец лесного слона вырастает до 3 метров 20 сантиметров и весит 6 тонн. Один из самых крупных слонов в истории достигал 4 метров и весил 10 тонн. Впервые его сфотографировали в 1974 году. Сравните это с Тойотой Королло, которую слон наверняка может легко смять своим относительно легким телом. Ведь он весит всего лишь пару тонн. Лесные слоны в основном живут на равнинах, хотя также они обитают в самых разных районах Африки, в том числе в лесах, в горах и полузасушливых пустынях. Из-за их огромных размеров им не угрожают никакие хищники. Однако люди на протяжении веков убивали их ради ценных бивней. Номер 2. Крупнейшая машина. Упаковщик. Это не только профессия. Так называют гигантские ковшовые экскаваторы, которые являются самыми крупными транспортными средствами в мире. Самый знаменитый из них – Баггер 288. Он весит 135 тысяч тонн. Его использовали на угольной шахте в немецком Хамбахе. Он работает с 1978 года и способен выкопать 240 тысяч тонн угля за один день. Через несколько лет эту модель обогнал Баггер 293. Его вес составил уже 142 тысячи тонн. И сейчас именно он считается самым крупным транспортным средством. Его построили в 95 году, и он используется там же, где работал Баггер 289. Стоит отметить, что экскаваторы Баггер считаются крупнейшими транспортными средствами, которым для движения необходим внешний источник. А крупнейшая самоходная машина – это транспортер НАСА для космического шаттла. Номер 1. Самый большой пень. В июле 2017 года появилась статья о том, что в одном из заповедников Вайоминга нашли обширную сеть корней у основания монолита «Башня Дьявола». В том же месяце опубликовали другую, похожую статью, согласно которой в Тунисе обнаружили древний окаменелый ствол дерева размером с целую гору. Эти два открытия деревьев небывалых размеров могли навсегда изменить историю жизни на Земле. Однако с этими статьями была одна большая проблема. Они обе оказались фейками. Ученые подтвердили, что «Башня Дьявола» – это не пень древнего дерева, а в Тунисе нет никаких гигантских и старых деревьев. Хотя они и правда похожи на пни, ученые заключили, что эти образования – это выветренные остатки локолита между двумя слоями осадочных пород. Локолиты – это необразовавшиеся вулканы в виде холма с ядром магмы внутри них. Впрочем, огромные пни все же существуют. В какома, штат Индиана, хранятся остатки старого дерева – огромный пустой пень, окружность которого – 75 метров 4 сантиметра, ширина – 5,5 метров, а высота – 3 метра 6 сантиметров. Если верить газетам, выходившим во время находки, этому дереву около полутора тысяч лет. Оно как минимум в два раза старше гипериона – самого крупного растущего дерева. Не упоминая мужские части тела, какие другие большие вещи вы бы хотели включить в этот список? И если вам понравилось это видео, посмотрите еще одно об интересных фактах нашего мира. До встречи! И спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok